всем огромный привет здравствуйте сегодня я снимаю видео про наборы к этому мастер-классу среди моих платных мастер-классов ссылочку можно найти в инфобоксе вдруг вам понравились сережки вы захотите сплести можете туда пройти и там приобрести этот мастер-класс так вот к этому мастер-классу который называется бублики я сделала несколько наборов почему так долго затянулась видео потому что никак не могла остановиться их плести мало того что я подобрала тот материал который подходит мне еще хотелось вам показать ну самой посмотреть это уже во вторую очередь потому что я и так понимала что это будет выглядеть очень красиво но в первую очередь вам показать что получится вот эти сережки я плела на мастер-классе таком винтажном стиле здесь очень красивый мятный оттенок оттенок мускатного ореха по моему так это называется молочный бисер который тут просвечивает и соответственно бисер под никель к этим сережкам я тоже сделала наборчики к счастью меня такой материал еще был таким образом я собрала цена набора будет 950 рублей это без швензы почему без швензы но про швензы я немножечко попозже вам скажу потому что здесь могут присутствовать разные швензы у меня есть какие-то варианты которые я смогу вам предложить и вы уже выберите то что вам больше по душе вот такой наборчик есть вот таких наборчиков мне удалось собрать три штуки так что варианты будут не переживайте если вдруг вам не достанется такие скорее всего достанутся потому что есть наборы которые меня всего там в количестве одной штуки после этого я сделала вот такую вот сережку здесь сочетание красивейшие светло-светло нежная зеленая такой совсем светлый зеленый цвет и яркие прокрашенные зеленые прям сверкающие очень красиво сочетание сюда хорошо подошла бронза маленький бисер бронзовый отлично смотрится и вот единственная сережка которая у меня нашлась бронзовая вернее сережка вот сама сам крючок вот эта швенза у меня нашлась единственном экземпляре я правда еще под заказала бронзовые швензы но они только идут вот такой наборчик я тоже собрала это же у меня по моему три штучки получилось за набор из бисера 850 рублей что после этой сережки у меня сплелось далее я сплела вот такую вот серьгу с изумрудными бусинами те девочки которым идет и нравится изумрудный оттенок он конечно выигрыш не всего смотрится с золотом поэтому здесь золото собственно говоря и присутствует в этой сережке вот такой набор уже со швензами то есть один в один как вот этот образец будет стоить 1070 я все наборчики выставлю в альбоме вконтакте даже специально отдельный альбом сделаю чтобы не не перебирать не искать что где это можно будет приобрести и набор и и те образцы которые я делала для под наборы не все правда но кое-какие можно будет приобрести далее у меня случилось вот такая вот серьга очень тоже красивый оттенок здесь уже такой темно-синий джинсовый я бы сказала оттенок сочетании с сиреневым бисером и здесь идет уже серебряный бисер под серебро с перманентным финишем то есть со стойким покрытием вот этот бисер удерживает долгую носку и не не стирается этот наборчик у нас будет стоить 850 без швенц после этого я сплела вот такие серьги обожаемый мной оттенок какого-то сине-голубого что ли здесь блестящее покрытие глянцевое возможно его заметно его видно отличнейший на мой взгляд получили серьги сочетание мне нравится как собственно говоря и все сочетания и собрала я один наборчик не до 22 вот еще один вижу два таких наборчика у меня есть благороднейшим серебряным античным такой состаренное серебро до подникель здесь идет если вам нравится тоже такой оттенок то в принципе можете и такой наборчик приобрести что у меня с последней серьгой получилось до золото с медью таким медные оттенки очень интересные бусины кстати вот эти бусины на просвет вот к сожалению это не будет видно но так как на ухе так как на ушке будет висеть серьга и все равно будет воздух проходить сквозь эти бусины они на просвет светло-синие смотрится вот так медным оттенком внутри светло-синий это очень видно сюда подошел бисер который подмедь но естественно под золото опять же с перманентным финишем со стойким покрытием гвоздики здесь уже я вложила то здесь полностью набор для создания такой сережки как вы видите я здесь попробовала приплести немножечко по-другому сам гвоздик швензу то есть не вот сразу к поясочку а между ними хочу вам показать что получилось то есть по мастер-классу в принципе вам будете плести вот такой но если вдруг вам захочется такой я вам расскажу как это сделать спросите я отдельно вам расскажу как это сделать если вдруг вы сами не догадаетесь потому что на самом деле там ничего сложного в приплетении швензы нет к большому сожалению есть две серьги которые у меня только в единственном экземпляре то есть наборов к ним я не смогла собрать у меня такого материала не хватило поэтому я их до плиту и скорее всего они у меня будут в продаже то есть там же в альбоме где будут наборы я выставлю те серьги которые продаю сможете там их найти и заказать что по поводу швенц сейчас расскажу значит у меня есть несколько вариантов швенц которые подойдут в основном под все серьги кроме бронзы и золото про бронзу я уже сказала про золото тоже что золото и так я включила эти гвоздики в наборы что касается этих швенц значит у меня есть несколько пар вот таких швенц которые с фианитиком с красивым стразиком сразу должна предупредить что они не очень правильно вставлены или приклеены то есть не все они немножечко со скосом вот вы видите но это по моему мнению не влияет на общую картину этих серёг поэтому имейте ввиду если вы перфекционисты вам надо чтобы было все ну прям тютелька в тютельку то здесь эти могут вас разочаровать хотя они очень и очень красивый симпатичный на них идет проба 925 вот здесь на швенцах но я не совсем уверена что это вообще как-то связанности возможно они посеребренные мне это кажется вот видите здесь наверное виднее как вставлен стразик боюсь я его переделать я не знаю вклеен он или просто вставлен в принципе можно лапки отжать его поправить и зажать опять лапки но я честно говоря боюсь это делать потому что стразик можно повредить и вот фианитик сам можно разбить мне кажется этого делать не нужно и так они замечательно сверкают и нет никакого диссонанса когда смотришь на них так вот если вы выбираете эти швенцы я сейчас просто сверюсь записями своими значит вот этот крючок что очень удобно еще что это крючки крючки могут подходить под любую мочку ухо независимо от того там широкого смочка или вот такая тоненькая мочка потому что они в принципе подвижных можно немножечко подправить крючочком я положу заглушки силиконовые стандартные заглушки вот если вы выбираете крючки то к сумме набора вам нужно будет добавить 150 рублей если вы выбираете вот такую швенцу у меня по моему таких швенц еще три пара осталось вот они такие тоже должна вам сказать что здесь в каких-то в каких-то не очень идеально вставлен вот этот синий страз но опять же не критично просто предупреждаю перфекционистов и они хорошо застегиваются не могу сказать что они плохо застегивается но они могут быть туговаты для начала то есть немножечко нужно будет палочку поправить прежде чем застегнуть я думаю что потом они разойдутся и будет хорошо вот видите немножечко палочку нажимаем и потом уже застегиваем вот такие швензы если вы выбираете вот эти то нужно будет добавить 300 рублей к набору а вот эти швензы я покупала как посеребренные оксидированные вот эти вот у меня тоже есть варианты этих швенц они разные возможно даже придут еще потому что я швензы всегда подкупаю сейчас посылка идет ну вот я все не снимала мастер-класс ждала посылочку со швензами думала что она успеет но сроки уже поджимают поэтому те которые придут и которые подходят подойдут в принципе под эти сережки я конечно тоже выставлю сможете посмотреть вот эти оксидированные швензы вот такой вариант у меня остался и вот на сегодняшний день еще вот такой есть то есть таким простым простые достаточно лаконичные они будут по 200 рублей еще раз хочу напомнить что будут все варианты бубликов которые я буду просто продавать скорее всего будут вот эти парочку мне доплести еще к ним очень нравится мне самой очень нравится пока даже не знаю буду я продавать эти или нет ну скорее всего буду посмотрим как это ляжет карта скорее всего буду невозможно иметь все серьги какие только есть а эти скорее всего пойдут в продажу потому что они не очень подходят лично мне красивейшие вот эти серьги я в восторге с золотой швензой позолоченные скорее всего это не золотая скорее всего позолоченная швенза да заметьте что у нее достаточно маленькая палочка поэтому если у вас например мочка широкая то носить никак не сможете я это укажу в описании естественно ярковато лично для меня потому что я как бледная моль мне идет что-то тоже не очень яркая то есть вот винтажном стиле мне подойдет очень хорошо а то что вот слишком ярко выбивается мне немножечко диссонирует с моей внешностью поэтому скорее всего вот эти вот серьги тоже будут продаваться тоже что касается и этих серег они очень красивые мне нравится здесь прям блестящие вот эти бусинки покрытые тоже а б с каким-то радужным покрытием замечательный молочный здесь бисер кроме того здесь сами бусинки несколько такие под брон фуку стоит под бронзу что я говорю под бирюзу и я заметила что вот бирюза такой цвет мне не очень идет вот не знаю почему но к сожалению бирюза мне как-то не очень подходит голубой цвет подходит бирюза нет швенза же здесь чистое серебро это действительно так ну здесь есть проба на этих швензах 925 даже видно поскольку эти швензы у меня несколько пролежали то серебро имеет тенденцию к потемнению она ничем не покрыта она светлое серебро принципе я могу под почистить его ювелирной салфеточкой здесь нет никаких проблем нет и вы так поступать если у вас есть серебро ничем не покрыта можно восстановить сам цвет серебра если вы почистите ювелирной салфеточкой так что вот эти вот сережки будут в продаже просто как серьги на эти серьги у меня нет наборов но вы видите насколько много образцов то есть я я бы дальше плела честно говоря по моему даже какие-то сочетания если вам подходят теплые оттенки то возможно даже такие сочетания то есть ну вот варианты есть остались у меня еще какие-то вот светлые кристаллы такие под опаловое покрытие опаловый цвет в общем можно посмотреть спрашивайте если вам нужно что-то особенное я посмотрю что у меня в наличии а на этом я с вами прощаюсь спасибо большое за внимание и до новых встреч пока пока